Привет, друзья! Сегодня я решила приготовить котлеты по-киевски. Все прекрасно знают какие-то вкусные, прекрасные котлеты. Всех любят. Но мало кто знает тонкости рецепта. Вот сегодня я хочу с вами поделиться именно тонкостями приготовления котлет по-киевски. Возьму куриное филе. И разрежу его на тоненькие кусочки. Делать это удобно острым ножом. Теперь каждый кусочек куры нужно отбить. Филе готово. Теперь понадобятся сухари, мука, яйца, масло, специи, перец и соль. Яйца разбила и взбиваю вилочкой. Беру кусочек филе. Солила. Перчила. Кладу кусочек масла. И заворачиваю котлетку. Теперь котлетку обваливаю в яички. И обязательно в муке. Опять в яички. В сухарях. И снова в яички. И в сухарях. Котлетка готова. Для чего обваливать в муке? Здесь принцип такой же, как у строителей, которые при строительстве дома натягивают пароизоляционную пленку, которая отсекает попадание влаги. Так и здесь. Мука работает как пароизоляция. Она сдерживает всю влагу. И сочность котлеты остается внутри. При этом сухарики на котлете получаются сухие и хрустящие. Котлеты сформировала. Теперь их надо обязательно, перед тем, как жарить, положить в морозилку хотя бы на полчаса. Прошло полчаса. Котлетки подмерзли. И теперь их можно уже обжарить. Котлеты. 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 Вот и готовы котлеты по-киевски. Друзья, теперь вы знаете самые важные моменты в приготовлении котлет по-киевски. Они у вас будут всегда вкусные, сочные внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Спасибо за просмотр этого ролика. Смотрите также и другие интересные, полезные видео на канале. Прямо сейчас! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok